Доброго времени суток, зрителям и гостям нашего канала. С вами Rossi и это ролик Game Online рубрика Nostalgia. И сегодня мы продолжаем осматривать и рассматривать с вами старые игры. И сегодня у нас Need for Speed Underground. И это гонка про ночь, это игра про ночную жизнь, про крутые тачки, девушек и тюнинг конечно же. Давайте начнем карьеру соответственно и посмотрим видосик начальник. И теперь поехали, будем рвать им жопы. Значит, ребятки, игра вышла доволёком-далёком 2003 году. Эта игра про настоящие суровые тачки и настоящий как бы адреналин, который вырабатывается, когда вы сидите за рулём этой машины. Да, может быть где-то графика нас и подвела на то время, точнее сейчас, на то время это была просто бомба. И я считаю, что наверное каждый из вас или из нас, как вы хотите так и называйте, играл в эту игру и просто не мог пройти её мимо неё. И как же я мог это сделать, когда я занимаюсь обзорами старых игр. Ребят, давайте подадим ещё вот так вот немножко закисели впрыска, окиси, как хотите так называть. И я не сильно профессионал в этом, потому что не хочу, чтобы вы мне заклевали в комментариях. Поэтому, как назвал, так назвал. Также хочу сразу обратить внимание ребятки на саундтреке. Знаете, я специально не удалял их из своего обзора, не убирал музыку, потому что, знаете, типа, я прекрасно знаю, что YouTube сейчас при загрузке этого видео скажет, ну, какой ты плохой, ты используешь музыку с сафарскими правами, мы не дадим тебе это сделать, ты не сможешь заработать ничего, потому что у меня монетизация практически мне ничего не приносит. Многие из вас хитрых таких жуков, как бы, включают отблоки, всю остальную фигню. И, конечно же, не смотрят рекламу в начале видео, которая длится там секунд 30, поэтому деньги я за этого не получаю. Думаю, если я рассматриваю игру, в которой саундтрек имеет место быть, потому что он придает атмосферность к этой игре, ну, как я могу любимых своих подписчиков лишить этого удовольствия, да, и просто ездить под звуки, без музыки, под свой голос, ну, я не настолько плохой мужчинка для того, чтобы так делать с вами. Поэтому наслаждайтесь музыкой, я считаю, что музыка подобрана именно в этой серии, как и во всех других, просто отличная, просто шикарная, поэтому просто рука не поднялась это сделать и вырезать ее, поэтому смотрим то, как оно есть. Ну, также смотрим заставочки. Заезд окончен, но первое. А теперь, ребяточки, на 10 тысяч наших зеленых рубликов мы должны выбрать машину, на которой мы будем покорять эти улицы. Значит, что у нас есть? Volkswagen Golf, Honda Civic, Peugeot 206, Mazda MX-S, Dodge Neon. Ну, конечно же, мы, ребята, возьмем с вами Honda Civic. Слушай, отличный выбор. Я знаю. Эй, неудачник. Ладно, бедняжка, может, я тебе и помогу. Только ты и я, один на один, деньги на капот и погнали. Хочешь стать лучше? Тогда тебе придется сделать этих ребят. Очень удобно, правда. Значит, поговорим с вами немножко о карьере, как тогда она была реализована. Значит, карьера, это у нас соревнования. Сюда входят разные гонки, по типу кольцевые, спринт, дрифтинг, драг-рейсинг и заездное выбывание. Заездное выбывание, это гонка состоит из трех кругов, четыре машины, на каждом круге последний пришедший к финишу, он просто выбывает, соответственно. Как я подразумеваю, завершена одна из 111, то есть вся карьера, это представляет из себя 111 гонок. Как я и говорил до этого, или, может, я и не говорил, здесь представляется с собой список, то есть нам показали чемпиона, чтобы до него добраться, мы должны быть крутыми и стильными, и чтобы им стать, мы должны тюнинговать свою машину, клеить на нее всякие наклеечки, клеечки, клеить на нее всякую дребедень, красить ее и все остальное. Но для этого сначала нам, конечно, нужно машину купить, что мы уже сделали, и потихонечку ее развивать. Так как мы не можем сразу добраться до чемпиона и кинуть ему вызов, мы должны пройти 10 кругов ада и добраться до него по головам других гонщиков, которые считают себя крутыми. Давайте начнем, наверное, с кольца. Добро пожаловать на улицу, чуваки. Конечно, я с вами согласен. Начинаем. Хосе. Перед каждой гонкой мы выбираем уровень сложности. Чем больше уровень, тем больше денег нам это дают. Чем больше денег нам дают, тем больше мы можем навернуть свою хонду. В данном случае, ребяточки. Игра была выпущена, повторюсь, в 2003 году. Издатели мы выступили электроник артс. Если кому-то интересно. Я как бы стараюсь более-менее переводить какими-то общеизвестными фактами, конечно. Но, может, кто не знал, тому будет подсказка. Додж Неон хочет с нами потягаться, но я думаю, сегодня не его день. И это он будет делать не на моей смене. Конечно же. Кстати, карта, сейчас карта повторяется с той, которая была в вступительной гонке, когда мы гоняли на тюнинговой машине. Ничего, мы сейчас с вами пару гоночек проедем. Немножко затюнингуем машину. Поговорим о тюнинге, какие есть возможности, какие есть параметры у машины. И я думаю, в принципе, мы на этом закончим наш обзор. Чтобы он вышел не сильно оттуда емкий. И хотя бы из вас половина хотя бы досмотрела его до конца. И поставила, ребят, обязательно на шестой, вы помните, ставите большой, огромный палец вверх или вниз. Вы знаете, что мне нравится, когда вы делаете и то, и это. То есть, мне не принципиально. Самое главное, это внимание к каналу. То есть, если вы даже зашли, не поленились, просто зашли, тыкнули дизлайк. Даже не смотря видео, хотя лучше вы посмотрите, потому что чем больше вы смотрите, тем лучше. То я как бы хорошо отношусь как и к тому, и к тому, потому что я считаю главное внимание. Потому что в моем деле, когда я стараюсь выпускать для вас видео, очень приятно, когда кто-то пишет комментарий или кто-то ставит позитивные, негативные оценки. Соответственно, неважно, главное внимание. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что вы подписаны на канал, что вы нас не покидаете. Ждете стрима, который, я думаю, обязательно будет 100% на следующих выходных. Ребят, просто немножко у меня там жизненная ситуация. Поменял работу. Сейчас все нормализуется. Обязательно будем с вами стримить. Обязательно попроходим все GTA, как мы с вами разговаривали, договаривались. Я ничего не забыл. Я все помню. Мы все обязательно с вами сделаем. А пока я постараюсь как можно чаще выпускать видео, не стримовая, в том плане обзоры на старые игры. Это рубрика ностальжи или что-нибудь попроходим, или новые игры. В общем, я думаю, постараюсь поднять активность на канале. Ну, а от вас, конечно же, подписка ваших друзей и подруг, если они еще не подписались. И если вы с учетом господписка, от вас, соответственно. И я думаю, что дальше будет интереснее. Будем пытаться расти и добиваться новых успехов. Также хочу напомнить, как мы наберем с вами 100 подписчиков, может чуть больше. Проведем конкурс, разыграем призы. Я обязательно эти призы отошлю вам по почте, где бы вы ни жили, в какой бы стране вы ни были. Я обязательно вам отошлю их по почте. И, соответственно, будет вам какая-то память от канала и от меня, соответственно. Здесь начисляются очки. И, в общем, индикатор стиля растем. Поздравляем, ты получил денежное вознаграждение. Продолжить. Ну, мы их сделали, поэтому идем дальше. Так, давайте посмотрим тюнинг. Нет, давайте еще в соревнованиях пройдем спринт. Возьмем высокий уровень. И потом отправимся с вами, соответственно, тюнинговать нашу Хонду. Пока все спойлеры двигателей, суппорты тормозов. Ты, короче, там повышаешь свой стиль. И поехали. Музыка, ну, просто, что, ну, ребят, ну. Смотри, я какой не он уже затюнингованный. У него задний спойлер, передний спойлер. Ой, точнее, эти бампера. У пыжика слева от нас был уже спойлер. Ну, то есть, ребята уже такие по-крутому. И мы такие на стоковой Хонде. Даем им просраться. Кстати, обязательно используйте, если кто-то будет переигрывать, обязательно используйте сокращения. Они, помимо того, что помогают вам выбраться из спатовых ситуаций, так еще и очки за это получаете, ребятки. Потом это все учитывается по окончанию гонки. Знаете, вот у меня туннель, эти деревья всегда вызывали такой определенный проблемы. То есть, я вот так вот мог 4 круга там, да, там, откатать первым. И вот уже, вот уже финиш, вот я уже вижу. И я делаю какой-то необдуманный маневр. И цепляюсь за дерево, и цепляюсь за какой-то столбик. Меня разворачивают, меня обгоняют. И знаете, как бы все круги проехать, и потом вот так вот всрать. Как бы это в моем стиле. Поэтому вот этот туннель у меня всегда, то есть, как-то нормально-нормально. А потом я где-то вот так вот сделаю, и все, и тут я останусь. Поэтому я этот туннель всегда старался обходить стороной, скажем так. Наши пацаны нас догоняют очень активно. Нам надо поддать скорости. Но я думаю, у нас это не получится, потому что пацаны тоже крутые. На своих крутых тюнингованных машинах. Тюнинг здесь заключается не только в рестайлинге внешнем, но также в изменении технических характеристик ваших машин. Сейчас мы об этом поговорим. И мы приехали первые, конечно же. Додж. Да, не он за нами шел второй. Пыжик шел третий. И гольф ехал четвертый. Ну, в принципе, я от гольфа большего и не ожидал. Так, поздравляем. Продолжить. Акирюшки. Я под себя сразу переправил направление. Поставил ВСД, потому что мне так удобнее. Кому удобнее ездить на стрелочках, пожалуйста, тоже. Это так управлено с ним по умолчанию. Так, ну что. Теперь займемся, соответственно, тюнингом и рестайлингом. Так, значит, соответственно. Точнее, тюнинг и стайлинг. Ну что, хочешь такие железки? Тогда побеждай. Нет побед, нет запчастей. Хочешь, чтобы твоя тачка выглядела стильно? Для этого есть обвес. Из любой телеги можно сделать концепт-кар. Были бы деньги. Согласен. В общем, смысл, но чем больше вы проходите карьеру, тем больше деталей вам останутся доступны, и можно делать из своей машины какого-нибудь монстра. Значит, тюнинг и стайлинг. Стайлинг, соответственно, это внешние изменения машины, покраска, юбки, обвесы, спойлера, воздухозаборники, наклейки, вся эта дрель, вся эта дрянь. Значит, обмен, это мы меняем свою машину на другую, соответственно, и тюнинг. В тюнинг у нас. Спасибо. То есть, она за меня ответила, что у нас здесь входит. Двигатели, выпуск, трансмиссия, шины, буты, топливная система, турбонаддув, и все остальное, все остальное такое. Такое дальше, дальше, дальше. Соответственно, как мы только начали играть, у нас стиля практически нет, мы не можем ничего. из этого ставить, поэтому мы с вами займемся стайлингом. Вот, все дело в тюнинге, ребятки. Согласен, согласен. Значит, можно красно-диски, аксессуары, покраски, наклейки, аппликации и так далее. Давайте начнем, значит, передний бампер. Ну, давайте, вот, снупер-шмупер, а вообще, бамперов, смотрите, на как, на том. 2003 год, ребята, смотрите, какой функционал. Здесь действительно играя, можно сделать конфеточку. Давайте возьмем снупер-шмупера. Океюшки. Возьмем задний бампер, поставим. Вот так вот. Боковые люпочки, сколько у нас стоит? 400 рубосея, у нас 250. Хе, не хватает. Ну, спойлер у нас стандартный есть. На такой нам тоже не хватает. Давайте тогда, может, покрасим ее хотя бы. Добавляем мастерскую покраски. Здесь можно перекрасить не только всю машину целиком, но и отдельные ее части. Спасибо. Соответственно, да, то есть диски, спойлеры, все это красится. Давайте покрасим нашу машину в желтый, такой, синий. Давайте в красный все-таки кровавый руси, поэтому один красный. Мы хотим покрасить ее вот так. Также здесь устанавливается подсветочка внизу, неончик, все дела. То есть, ну, игра просто для фанатов вообще автомобилей, гонок. Просто, блин, ребята, в свое время она сделала такую... Ветер просто сделала обязательно. Обязательно поиграйте в эту игру. И вот у нас с вами что получилось. Вот наша машиночка. Хонда Сивик красная с бампером впереди, с бампером сзади. Мы с вами, напомню, рассматривали игру Need for Speed Underground. Это рубрика Ностальжи. С вами был Росси. Спасибо за просмотр. Если вы досмотрели до этого момента, приводите друзей и подруг. Подписывайтесь на канал, если вы этого не сделали. Ставьте свои лайки. Пишите комментарии, какие бы игры вы хотели увидеть в следующих выпусках. Всем пока и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok